Музыка Итак, тема сегодняшней лекции Группы реалти-группы Это непрерывные группы Их много, среди них мы будем изучать только некоторые Которые называются группами Для того, чтобы определить группу ли Нам надо сначала повторить, что такое гладкое многообразие Гладкое многообразие Подмножество РН М называется гладким многообразием Если каждая точка этого множества Имеет окрестность, которую можно взаимно однозначно и гладко Отобразить в открытое подмножество РН Точнее, если можно взаимно однозначно и взаимно-непрерывно отобразить в некое открытое подмножество РН, то тогда говорят просто про многообразие. А если еще и к тому же это отображение гладкая функция, то говорят про гладкое многообразие. Давайте возьмем точку Х многообразия и по определению рисуем, как она отображается в РН. Вот мы ее отобразили в точку А, и всю окрестность в некоторую окрестность У. А потом мы ее отобразили в точку В и в некоторую окрестность В. Просто эта точка находится на пересечении двух окрестностей В. Соответственно, ее в разные точки можно отобразить. Теперь у нас есть А, это отображение F от Х, и В это G от Х. Давайте А через В выразим. А это F от Х или F от G минус первого на В. Вот эта функция позволяет из одного открытого подножка в РН в другое перейти. Вот если эта функция гладкая, то тогда говорят, что отображение, что все в порядке, что многообразие гладкое. Вот эти вот отображения в РН называют картами, всю совокупность атласом. И определение стоит в том, что когда мы листаем атлас, с одной карты на другую должно быть гладкое, взаимно однозначное, взаимно непрерывное, гладкое отображение. Примеры одномерные – это отрезок, который не является многообразием, потому что у него есть концы, которые не так устроены. И интервал, который является многообразием, потому что у него нету конечных точек, у него все в порядке, у него в каждой точке есть окрестность. То есть все точки равноправны. Теперь Р числово 8 тоже является примером многообразия. И окружность С1, которая описывается, например, на уравнении весьма условно, потому что апология не отличает окружность радиуса 1 от окружности радиуса 2 или там какой-нибудь волнистой линии замкнутой без самопересечения. Из основных понятий топологии теории гладких многообразий нас будет интересовать три. Это что такое компактное многообразие. Вот, например, у нас Р не является компактным, а окружность является компактным. Что такое связное многообразие? Это когда две точки можно соединить контуром, кривой, который целиком лежит в этом многообразии. А если нельзя соединить, говорят, не связанное многообразие, есть отдельные компоненты связности, кусочки, из которых состоит многообразие. Например, две окружности. Это несвязное многообразие. Это надо брать, просто лучше бы разделить на кусочки и каждый изучить отдельно, как мне очень интересно. Односвязное многообразие – это то, где каждый контур стягивается в точку. Замкнутый контур, ну, петля, говорят. Контур можно гладко стянуть в точку. Гладко – это значит, что там без разрывов и склеек там. Ну, давайте двумерные многообразия в качестве примера рассмотрим. Это плоскость, вся доска. Вот я рисовать даже не буду, она уже нарисована. Другой пример – это сфера. Я нарисовал уравнение x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат равно единице. Но это опять неважно, какой там радиус и такое уравнение или не такое. Это сфера. И торт Т2. Это мы взяли прямоугольник, склеили в том порядке, которым указаны верхние и нижние концы. А потом получилась труба. А у этой трубы, вот в том порядке, который нарисован, склеили два конца, и получился тор. Плоскость некомпактная в многообразии. Ну, конечно, односвязная. Теперь S, сфера S2. Думерная сфера в трехмерном пространстве. Она является компактным, конечно, многообразием, связанным и односвязанным. Потому что если на глобусе нарисовать контур, его можно гладко стянуть точку, и ничего не повредив, то все будет в порядке. Каждый промежуточный тоже будет всеми точками на сфере. А вот тор компактное, связанное, но не односвязанное множество. Потому что можно вдоль маленького радиуса тора, вот вокруг маленького радиуса, начертить. Такой контур, который в точку не стягивается. Как ни крути, как его ни двигай, мы его нигде в точку не сможем стянуть гладко. Точно так же можно по большому радиусу, по большому окружу тора, нарисовать контур, который не стянется никак. Так что это не односвязное многообразие. А вообще в Ландау-Люшесе практически это по логиде, тем не менее, встречается. Уж это-то встречается точно в электродинамике сплошных сред. Если разрез волновода не является односвязанным множеством, то там будет то-то, то-то. Без этого никак невозможно физику проходить, без этих трех основных понятий. Второй пункт сегодняшний – это группа Ли. Ли – это группа, которая является одновременно гладким многообразием. Что это значит? Давайте элемент группы Ж. Раз мы можем отобразить все в Ланда, значит, мы можем ввести координаты локально. То есть Х, который мы такой вектор обозначили, как всегда у нас Х1, Х1, Буква Х. И договоримся отсчитывать эти векторы все от координатных единиц и группы. Все точки равноправны, но одна всегда в группе выделена. Это многообразие все равноправно. В группе есть выделенная точка 1. Вот Ж от нуля, пускай будет равно единице. Возьмем элементы с координатами Х и У, перемножим. Пусть у этого Ж, который получился, координата равна З. З от Х и У называется функцией умножения. Вот она записана. Вот если эта функция гладкая, то тогда у нас все в порядке. Многообразие гладкое и все хорошо. То есть тогда это группа Ли. А вот какие свойства этой гладкой функции должны быть? Первое свойство записано в виде сложного функционального уравнения, но по сути оно является отражением ассоциативности в группе. Фи от Х, У назад и Фи от Х, Фи от У, З это одно и то же. Потому что неважно, сначала мы перемножили Х, У, Ж от Х, Ж от У, потом умножили на З, или сначала Ж от У, Ж от З, а потом умножили на И. Главное, чтобы мы нигде не пользовались коммутативностью, чтобы порядок сохранялся. Мы нигде не перепутали порядок. Второе – следствие существования единицы. Поскольку Ж от нуля – это единица, то Фи от Х, Ноль – это всегда Х. И Фи от Ноль – Х по той же причине Х. И третье свойство – это следствие существования обратного элемента. По любому Х найдется такой Y, набор координат, что Фи от Х, У и Фи от У, Х – это просто ноль. Ноль – это координата единичного элемента. Это вот общая группа Ли так определена. Но нас интересует частный случай в физике. Как правило, всегда мы пользуемся матричными группами Ли, которые под множество Ж или Н на Д, Р или на С – группы всех линейных преобразований над полем действительных чисел, либо над полем комплектных чисел. Вот мы вычислили их размерности. Над полем действительных чисел матрица Н и Н имеют Н в квадрате координат, а над полем комплектных чисел – в два раза больше действительных параметров, надо, чтобы однозначно создать элемент группы. Ясно, что мы… Не всякое подмножество группы матриц обязательно будет под группой. Когда мы написали здесь не подмножество, а подгруппу, вот здесь вот этот знак подгруппы, то это очень-очень сильное предположение. И вот этих групп-то не так уж и много. Вот таких множеств матриц, которые являются группами. Давайте вычислим их размерности. Не всех нет. Пример. УН на С – это множество унитарных матриц. Я напомню, что у минус первая равняется у армиторски сопряженной. Это такая комплексная матрица, которая обратная равна армиторски сопряженной. Давайте две матрицы перемножим. У на В минус первая. Ну, вы знаете, что это В минус первая на У минус первая. А если У и В унитарные матрицы, то каждый минус первая – это сопряженная. В сопряженная на У сопряженная. Равняется. А это, соответственно, У на В сопряженная. То есть, если матрицы унитарные, то их произведение тоже унитарная матрица. Это уже значит, что мы можем… Наверное, это группа. Проверим, что единичная матрица унитарная. Все, ассоциативность у матрицы так есть. Обратная матрица унитарная тоже унитарная. Вот это еще осталось проверить, и все. Мы тем самым доказали, что это группа. Значит, если это группа, то это группа Ли. Давайте мы посчитаем размерность группы унитарных матриц. Чтобы посчитать размерность, нам надо посчитать, сколько у нас уравнений связи, чтобы матрица была унитарной. Насколько уменьшается вот этот размер, 2n в квадрате, который у нас была, за счет связей. В унитарной матрице, как вы помните, чтобы проверить, что она унитарная, надо проверить, что все строки взаимноортогональны. Первая строка ортогональна n-1 строке. Вторая строка ортогональна уже n-2 строку, потому что первой проверять не надо, мы уже проверили. Ну, предпоследнее ортогонально всего одной строке, последней, больше проверять ничего не надо. Вот столько соотношений ортогональности. Ортогональности. Есть еще условия нормировки. Ко всего n-условия нормировки каждая строка должна быть отнормирована. Ну, а смотрите, вот эти вот условия ортогональности, они комплексные. На самом деле, надо бы еще умножить, чтобы было число действительных условий. А вот условия нормировки, они действительны, поскольку модуль в квадрате строки, это уже действительно число всего одного условия. Поэтому надо взять 2n в квадрате, вычесть вот это вот число условия ортогон, и вычесть число условий нормировки. Столько останется, это и есть размерность. Давайте я здесь продолжу. 2n в квадрате минус n на n-1 пополам. Это я просто просуммировал арифметическую прогрессию от n-1 до 1. Это надо умножить на 2 и минус n. Можете еще раз рассказать? Сейчас еще раз расскажу. Мы знаем, что проверить унитарность матрицы, надо проверить условия нормировки и условия ортогональности. Первая строка матрицы ортогональна n-1 строки, вторая n-2 строкам. Суммируем все эти условия. Получается n на n-1 пополам условий нормировки. Не буду вам объяснять, почему n на n-1 пополам всегда целое число. А теперь эти условия ортогональности, они комплексные. У них есть вещественная, мнимая часть всего в 2 раза больше условий. Поэтому n на n-1 пополам я умножил на 2. Теперь условия нормировки. Каждая строка должна быть по модулю в квадрате равна единице. Это уже действительный условий. Всего n условия нормировки. Я отсюда вычил n. Из чего? Из 2n в квадрате. Из размерности g или n на c. То есть, сколько всего комплексных матриц n есть, я вычил все условия. И сколько останется, это и есть размерность этого пространства. Ну, а теперь осталось привести подобные. И там n в квадрате одно сократится, n тоже сократится, и останется она в квадрате. Вот такая размерность группы унитарных матриц. Ну, и мы еще и доказали, что это группа перерыва. Мы сначала доказали, что унитарные матрицы образуют группу и посчитали размерность группы унитарных матриц. Есть еще s, u, n, c. Это группа унитарных матриц специальная. Когда у нас там просто унитарные матрицы, а s специальная. Это значит, что они унимодулярные, у них определитель равен единице. Например, при n равном 2 у нас будет группа s, u, 2 на c. В ней будут такие элементы. a, b, минус b сопряженная, а сопряженная. Вот смотрите, я написал два комплекта числа, a и b. В первой строчке. А в второй строчке написал эти же числа, только сопряженные и в другом порядке. Специально, чтобы строчки были взаимноортогональны. Вот чтобы эти условия ортогональности были выполнены. А еще мне нужна нормировка. То есть a по модулю в квадрате плюс b по модулю в квадрате равно единице. Вот тогда эта матрица будет унитарна. То есть я еще хочу, чтобы посчитать определитель. Определитель будет как раз трояна по модулю в квадрате плюс b по модулю в квадрате и тоже будет трояна единице. То есть это элемент группы s, u, 2 на c. Вот тут четыре комплексных параметра. А на самом деле три, потому что четыре параметра связаны еще одним условием. Условием нормировки. Или определитель дает одно дополнительное условие, потому что определитель уже действительный как бы всегда получается. Поэтому размерность вот этой вот штуки давайте я перепишу s, u, n на c равняется n в квадрате без единицы. Всего одно условие добавляется, потому что определитель уже получается действительный. Ну или можно по-другому сказать. Вы знаете, что унитарную матрицу можно привести к диагональному виду, на диагонале будет е в степени и фи, только фаза будет стоять, больше ничего. Все собственные значения по модулю равны единице. Значит, мы должны эти все экспоненты перемножить и на фазы наложить ограничения. Сумма всех фаз равняется 2π или 4π или нулю, там что-то в таком духе. Это одно условие добавочное. Все равно одно условие добавляется. Поэтому это в квадрате минус 1. Размерность. Давайте еще такую группу рассмотрим. О, n на d. О, это группа ортогональных матриц. Наполним действительных чисел. Мы сейчас там для учебных целей пишем это поле, указываем. А так, конечно, мы со следующей лекции будем писать только o, n или un, потому что унитарные, они комплексными числами ортогональные, они не над действительными числами. Это аналог. Что такое ортогональная матрица? Это матрица, у которой а минус 1 равняется а транспонированной. Это матрица типа матрицы поворота косинус, минус синус, синус, косинус. Чтобы обратную взять, надо нам угол минус, повернуть минус, переместиться с верхнего синуса на нижний. Но это то же самое, что просто транспонировать матрицу. То есть это вот и есть ортогональная матрица. Если у нас две матрицы а и b ортогональные, то ab в минус 1 равняется b в минус 1 на а в минус 1 равняется b транспонированное на a транспонированное равняется ab транспонированное. Доказали, что есть бинарная операция, то есть произведение двух ортогональных матриц снова ортогональная матрица. Теперь нам надо проверить, что единичная матрица принадлежит множеству ортогональных матриц. Ну, конечно, единичная минус первая, единичная транспонированная. Устно, не буду я это писать даже. И теперь нам надо проверить, что если матрица ортогональная, то обратно ей тоже ортогональная. Ну, конечно, потому что для того, чтобы снова взять минус, надо снова еще раз транспонировать. И эта матрица и получится. Да, все, доказали устно. Таким образом, ортогональные матрицы образуют группу. Ну, всё, вот матричная группа Ли, значит, можно считать её размерностью. Для этого надо из n в квадрате, из размерности группы линейных преобразований действительных, вычесть число условий. Мы знаем, какое минус n на n минус 1 пополам. Здесь мы на 2 не умножаем, потому что это действительно необычные условия. И минус n минус число условий нормировки. Итак, это будет, смотрите, n в квадрате пополам у нас сокращается частично, да? И вот здесь стоит n пополам минус n, то есть минус n пополам. И получается ровно так же, сколько условий нормировки было. По ортогональности столько и получилось. n на n минус 1 пополам. Получается. Размерность группы ортогональных преобразований равняется n на n минус 1 пополам. В частности, давайте ещё сначала специальную посмотрим группу. S, O, n на d. Я не буду, наверное, доказывать. Докажите сами, что если мы рассмотрим матрицы только с определительным равновидницей, то они тоже образуют группу. Не надо доказывать. Если хоть кто-то скажет, что надо, я докажу. Вот, не надо доказывать. Вот такую группу рассмотрим. Какая у неё размерность? Тут интересно. Если мы хотели в комплексные матрицы унитарные, и там взяли только те, у которых определитель единица, то вообще-то определитель Е в степени и фи унитарной матрицы. А единица – это дополнительные условия. Что он равен именно единице, что фаза равна нулю суммарно. А здесь? Никакого дополнительного условия не появляется. У ортогональной матрицы определитель и так равен либо плюс единице, либо минус единице. Поэтому то, что он равен единице, означает, что мы из двух компонент связанности одну выбрали компоненту связанности ту, где единичная матрица. У неё определитель равен плюс единица, а у остальных минус единица. Они вместе с этими образуют группу ОНА. Сами под группу матрица с определителем минус один даже не образует, потому что у них нет единичной матрицы. Они не настоящие под группу. Итак, размерность тоже самая. Н минус один пополам и не меняется. Никаких дополнительных условий нет. Условие, что мы из двух компонентов выбрали одну, не добавляет уравнения на связи, на эти самые параметры группы. Вот мы рассмотрели тут 4 примера, но это почти исчерпывает всё. То есть, например, может быть, менее интересная для физики группа группа верхнетреугольных матриц. Если две верхнетреугольные перемножить, получится верхнетреугольная. Едничная верхнетреугольная. Обратная верхнетреугольная тоже. Ну и там можно тоже посчитать размеры. В общем, нас она не интересует. Всего таких несколько вариантов есть составить группу матриц. То есть, немного, они очень подробно исследованы. Вот размеры с ним посчитали. Давайте посмотрим в матричной группе, какая функция умножения. Давайте мы вот матрицы А запишем как единичную матрицу, плюс х большое. А матрицу B запишем как единичную, плюс у большое. Если мы так возьмём, то тогда у единичной матрицы все координаты будут равны нулю. То есть, мы взяли вот эти координаты, их n в квадрате штук, скажем, ну пусть это действительные матрицы, или 2n в квадрате, если комплексные. Не в таком виде записывается, не в виде одной строчки длиной n в квадрате, а строчка за строчкой в виде матрицы. n на n записали как координаты, тогда обозначили так записанный вектор в виде матрицы х большое. И вот всё в порядке. Наша g от нуля равна единице, и теперь выполняется. Давайте перемножим А на B. Какая этому произведению будет координата соответствовать? Координата будет такая, А на B минус единичная матрица, вот это будет координат. Равняется. Ну вот, давайте это перемножим, единичную вычтем, она сократится, и будет х плюс у плюс x, у. Вот это и есть функция φ от х, у больших. Вот такая вот функция умножения, она получилась для матричной группы. Давайте проверим, что она удовлетворяет, чем свойство, мы после этого сможем уже только матричными заниматься. Первое свойство. Давайте первое явно проверим. Вот φ от х, у это будет. и φ от x, у, x плюс y, плюс x, у, плюс z, плюс x, плюс y, умножить на z. Вот я написал то, что написано в левой части. Равняется, давайте с вопросом, мы еще не проверили. Равняется с вопросом. Правая часть х плюс y, плюс z, плюс y, z, плюс x, на y, плюс z, плюс y, z. Проверяем. x, y, z, вот x, y, z здесь, тройное произведение. А здесь где x, y, z? Вот оно x, y, z, тройное произведение, оно сократилось. Двойные произведения. x, y. Вот оно здесь x, y. А здесь x, y есть? Есть, вот оно x, y, да? Вот так вот x, y. Теперь y, z, вот оно y, z. А здесь есть y, z. Вот оно y, z. Теперь x, z. Вот оно x, z здесь. Двухая черточка. Вот здесь x, двухая черточка. И остались только линейные, они одинаковые сократились. Все доказано. Можете вопросик этот... А, вы стереть не можете? А я могу стереть. Теперь второе свойство. f от 0x равняется... Ну, это прямо устно проверяется. Вот вместо y подставим 0, получится x. Вместо x подставим 0, получится y. Совершенно симметрично, все отлично. И последнее. Хоть на первом месте, хоть на втором 0 подставить, будет все хорошо. Третье свойство. Существует для каждого y такой x. Ну, давайте решим это уравнение. Найдем по x такой y, чтобы получился 0. Например, минус x возьмем, и все будет хорошо. От 0x равняется f от x 0. Равняется x. И третье свойство. По x построим минус x. Тогда f от x, запятая минус x. А нет, не будет точно, нет, не минус x будет. Ну, в общем, надо решить квадратное уравнение, чтобы найти. Ну, ясно, что существует, да? Вот. Таким образом, мы все проверили, что функция умножения удовлетворяет всем нашим свойствам. Теперь будем заниматься матричной группой, что уже гораздо легче. Но все равно. Ну, это еще достаточно сложная задача. Хотя бы для матричных групп нам же много чего надо. Нам, в конце концов, надо неприводимое представление построить. Как это сделать? Вот для того, чтобы это сделать, нам понадобится еще одно понятие. Алгебра Ли. Алгебра Ли. Это множество, которое является линейным пространством. Линейное пространство с бинарной операцией. Вот такой операцией будем ее так обозначать. И называется эта операция с кубкой Ли. Которая обладает следующими свойствами. Первое свойство. А на Б плюс лямбда С равняется А на Б плюс лямбда С. Это, понятно, что линейность. То есть можно умножать на число элементов линейного пространства и складывать. С руководителя линейного пространства – это векторное пространство, другими словами. А векторы можно складывать и умножать на число из поля. Ну вот, если мы это все сделаем и сложим, и умножим на число из поля лямбда. Ну, это все выносится, это и есть линейность. Второе свойство. Б на А. Скобка. Это минус АБ. Это называется антисимметричность. А в чисто математической книжке это называется кососимметричностью. И последнее, третье свойство. Оно записывается сложно, но вы сейчас увидите, что ничего сложного нет. А на Б на С. Такие тройные скобки. Плюс С на А на Б. Плюс Б на С на А. Оно меняется нулю. Как это запомнить, такую сложную формулу? Надо увидеть, что я просто циклических переставлял, и все три циклических перестановки написал. То есть я вот первое написал АБЦ, а потом С переставил в начало, а потом Б переставил в начало. Это называется торжество и Коби. Вот и все. Вот три свойства. Больше ничего не надо. Требовать этой скобки Ли. Я напоминаю, что линейное пространство всегда превращается в алгебру, когда мы определяем как-то умножение между элементами. Любое умножение. Алгебра зависит от того, как именно определено умножение. Вот если так определено в качестве умножения, вот используя такая скобка Ли, то получается вот алгебра Ли. Если просто, скажем, как умножение матрицы, другая будет алгебра матрицы. Ну и алгебра может быть много разных, в зависимости от определения умножения. Что это за свойства? Они очень естественные. Вы просто пользовались не раз этим весом, просто не знали, что вы говорите стихами, а думали, что прозой. Примеры. Давайте мы к трогнерному пространству добавим еще операцию векторного произведения. Я так написал R3, а снизу крестик умножения поставил. Добавили векторное произведение, смотрим такое пространство, в котором есть векторы для векторов. Тогда давайте напишем. Вот если взять линейную комбинацию векторов, то выносится, вы можете сумму распадать. Первое свойство выполняется, второе выполняется. вектор А вектор А вложенный вектор В равняется минус вектор В. Осталось проверить то же, что я делаю. Давайте напишем скорую А, напишем С, С на В, плюс В на Ц на, равняется. Ну давайте раскрывать по правилу бас минус сап. Здесь будет бас минус сап. Здесь будет бас минус сап. А здесь третий. С, б, ну вот у нас 6 слагаем, 3 с плюсом, 3 с минусом. Давайте искать одинаковые. Б на А, С. Вот оно, Б на А, С с минусом. С на А, Б. Вот оно, С на А, Б, ну на бас на график с минусом. И осталось А на Ц. Не знаю, еще раточками четки. А на Ц, Б. Все сократилось. Третье свойство проверили. Итак, то, что вы бы в первом семестре изучали, трехмерный вектор Асс с векторным произведением. Вот это вот, была алгебра ЛИ, просто вам это не говорили, чтобы вы не испугались. Другой пример. Алгебра ЛИ, это давайте в качестве, вот такой вот, скобки ЛИ используем коммутатор матрицы. Коммутатор матрицы. Ясно, что коммутатор матрицы, если поменять порядок, меняется матриц. Коммутатор матрицы. Коммутатор матрицы. Это именно самая. Второе свойство выполняется. Линейность тоже, хоть по первому аргументу, по второму, потому что она совершенно всегда выполняется. Осталось проверить творческие копии. А, С, С, А, С, С, А, поменяется. Что делать? Давайте по определению коммутатора расписать. Возвращаемся к обработке. У нас получилось 12 слагаемых, 6 с плюсом, 6 с минусом. Очень большие шансы, что они начнут сокращаться. Давайте начинать сначала. АВС, вот у нас с минусом. Есть у нас АВС с минусом. Вот у нас АВС с минусом. АВС с минусом, если у нас АВС с минусом, вот у нас АВС с минусом. Вот у нас АВС с минусом. У меня что-то очки. ВСА. ВСА, вот оно ВСА. Это ВСА. 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 вот обычный матрица с коммутатором это вот уже у вас будет аутро так что с алгебрами мы знакомы но опять есть теория алгебры, полная классификация алгебры, но это абстрактные алгебры, нас они не интересуют, а нас интересует очень важное множество, часть алгебра ВИЛИ, которая называется «Алгебра ВИЛИ». Ну более короткого названия я не знаю, они не существуют, вот так она длинно называется. Давайте рассмотрим группу ниже. В этой группе всегда есть единица, координат в этом месте будет. Давайте в этой единице проведем касательное пространство. Для этого вы должны посмотреть, какие будут батичные вектора, это касательно пространства. Давайте поеду, значит, это будут такие вектора, D, G, B, C, Z, D, точь X. В начале координата векницы группы. Возьмем все частные производные векницы группы, это и будут батичные вектора. И на этом батичном натянем, построим пространство линейное, которое на бесконечность идет, просто устроено, нет там никаких этих сфер, там этих торов, каких-то загибов, никаких нет. Все это уже обычная плоская пространство. В окрестности петнички мы можем так сделать. Потому что всегда это шмотнообразие гладкое. Вот, давайте. И вот в этой алгебре, давайте убедимся, что она... Если выбрать в качестве, не надо даже убеждаться, а если в качестве скобки или выбрать коммутатора этих матриц, и G, это матрица, G, то есть мы только матриц, не группой, то все. У нас получилась обязательно алгебра ЛИ той же самой разъемности, потому что уже меняется от 1 до 1. Вот эта алгебра ЛИ группы ЛИ устроена гораздо проще, чем сама группа. Поэтому наша задача алгебру изучить, построить это представление, неприбодибли, все, что нам надо. А потом, если надо это растянуть, то все будет. Для этого мы должны убедиться, что эти вот... И это и есть полный басик, что коммутатор генераторов выражает... Вот эти вот и называются генераторы, и инфизимальные операторы. Вот, пишите генераторы. Нам надо убедиться, что коммутатор генераторов выражает через генераторы. Так, генераторы выражают через салют. Для этого мы что сделаем? Давайте возьмем элемент. И совершим над ним вот такое вот преобразование подобия. Ну, после такого преобразования подобия он перейдет в какой-то другой элемент из салют. Опять давайте будем считать, что г находится где-то в окрестности единицы. В окрестности единицах уже будет плюс Т на сумму, там, где-нибудь С капли, Е капли. Я здесь вот считаю, что да, это параметр очень маленький. Тогда мы можем этот параметр устремить к нулю, если мы хотим... Мы хотим, говорим, что G где-то в окрестности единицы группы. Тогда G можно маленькую-маленькую дубовочку, только ты считать маленькую. Я пренебрежу членами порядка Т в квадрате. То есть строго здесь написано, плюс У от Т в квадрате. Ну, а так я не строго, это приближу. И маленький Т, а так вот можно написать. Ну, или это будет ИИТ плюс Д на сумму БК, ЦКТ, ИКТ, ИИТ, ИИТ. Плюс, ну, большой от Т в квадрате, молодец. Я здесь опять квадратичные члены выбросил, посчитаем, с термогикой. Вот мы видим, что после такого преобразования, подобия элементом, который сам находится вблизи единицы, ну, у нас получается вот такое выражение. Для преобразованного генератора с другой стороны, раз мы находимся в окрестности единицы, ЭТО мы с волной тоже можем быть разлучим. Уравняется... 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 Старая... Плюс... Д... Сумма ДКТ ДРНС 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 Где Т малый параметр. То есть И маленечко изменился. Значит, мы можем добавить малый параметр, но какое-то разложение вот этого изменения опять по качественным шторам. Таким образом... Вот эта сумма равна сумме таких коммутаторов. Ну и соответственно, теперь умножая на один из генераторов, там, скалярно, мы можем найти все проценты разложения. То есть, каждый генератор, мы доказали, он облагается по коммутаторам. То есть, всякий генератор облагается по генераторам. Да, то есть. То есть, всё в порядке. То есть, есть и все остальные свойства. Очевидно, потому что мы любому коммутатору матрицы уже доказали, что матрица с коммутатором образует алгебры ЛИП. Всё. Мы можем теперь с помощью этой алгебры ЛИП, группы ЛИП, ну, всю задачу решить до конца построения. Ну, решать мы будем дальше. Ещё немножко теория. Пройдём? А, у нас шесть лива, да? Давайте ещё один. Четвёртый пункт – это кондициальный опор. Кондициальный опор. Итак, мы всё взяли. Ну, потом уже в единице касательное пространство. Там матрица очень просто предназначается. Всё. Сделали, что надо. Обратно, как надо будет. У этого всё. Давайте посмотрим, как эта задача решается. В случае однопераметрического подкруга. Н равно единице. В группе всего один паралит. Размерность равная единица. Тогда G Отвескость T равняется G Отвескость T Можно неправильным преобразованием так предмет изменить, чтобы функция умножения была просто суммой по координатам. Ну, сложили. Надо один параметр, это легко. Понять, что только это сделать всегда можно. Вот у нас вот это вот называется групповое свойство. Всего? Один параметр. Давайте теперь вот это групповое свойство Продифференцируем под S А потом положим у нас равняется. Слева будет G, Штри, Т Теперь здесь только G от S надо дифференцировать. G от S дифференцировать не надо. А G от S в нуле, когда мы продифференцировали. Что будет? То будет тот самый генератор по нашему апрельму. И вот по S по этих координатам продифференцировали. А потом S проявляли к нему. Поэтому это будет G от S. И это единственный генератор в этой группе. У нас получилось такое дифференциальное уравнение. G штрик поменяется имя G. Ну вы знаете как бы это уравнение с постоянными коэффициентами. И это он имеет только резерв на такое решение. Отсюда G на месте тренпонента. G на F. Вот это и называется стенпенциальная формула. Эта формула позволяет восстановить элемент группы по элементам алгоритма. То есть мы можем по группе найти алгоритму, просто дифференцировать. А теперь наоборот мы можем проинтегрировать как раз и распространить эти свойства, которые мы установили в окрестности единицы на всю группу. Ну, я здесь вам не сказал, что у нас уравнение специально еще нужно начальные условия, а начальные условия у нас очень простые. Я называю генератором, почти в жаркий распространение. Мы так договорились, что в начале кардинат, а потом будет речка. Можем ли мы всю группу таким образом построить баллы? Ну, ответ нет, не всегда. Надо, чтобы этот элемент группы был одновременно элементом однопараметрической подгруппы, которая из единицы группы при кухне. А это будет для всякой группы очевидно. Например, вы возьмите просто все матрицы G, L, C, L, C. Возьмем все возможные матрицы. Вот у нас есть матрицы G и G, L, C. У нас есть матрицы G, L, C, L, C, L, C, L, C, L, C. И мы перешли от положительного предприятия. Значит, мы неизбежно по неправильности пройдем через дверь. Значит, есть такая гиперпомертость здесь. А подлитель же она же не будет. И на этой помертости вообще нашей группе матрицы не передвижит. Она выросла. Как бы мы ни шли, все равно пройдем через дверь. Таким образом, мы не можем. А здесь вот есть единичная матрица. Мы от нее никак не сможем туда-ктерпе перейти. Поэтому тот кусок целый, половина группы, можно сказать, весь кусок жадности никак не восстановится по алгоритму. Матрица специального предприятия никогда не будет в одной однопараметрической подгруппе с единичной матрицей. Мы экспоненциальную формулу, то есть она не всегда работает. Вот показываю примеры. Не все восстанавливается. Ну и вы знаете с первого семества, там еще и других мысли матрицы, что локально мы всегда все можем хорошо сделать, но распространительно все можно, может, по улице. Не всегда так же у нас было с характеристиками. Помните, мы доказывали, что, если характеристик трансверсальный начальный предприятий, мы только в окрестность можем решить это. Поэтому давайте я сформулирую утверждение. Заказывать его не буду, но заодно покажет какой-то такой свежий. Не всегда. Ну аудитории. Можно остановить. Ну аудитории. Можно остановить. Ну аудитории. Вот связное – не связное восстановится. А если, так как примери, не связанное, то и все восстанавливается. Но глобально это, вообще говоря, несправедливо. Ну, это не страшно, потому что всегда в этой математике луками все всегда вверх системы, куда же. А дальше, когда к этим продвину встал, неизбежно возникает неодолженность. Так, примерно сейчас. Давайте с группами приведем пример. А то у нас, например, матрис. Конкретно матрис мы почти не писали. С, вот. Она называется группа вращений. И мы скоро увидим, что это самая главная группа, которую мы будем изучать. И практически только ее и будет. И вот эту группу мы будем изучать наиболее подробно. Размерностью по нашей формуле n, наверное, минус 1 пополам. Она трех. Давайте я напишу ее вместо. Потому что, хотя, конечно, в абстрактной книжках именно рассматривают ортогональные матрицы, Анатолия Конфектовича, мы всегда, если не будем так писать, то если ортогональные, то это всегда у нас 10. Все не будем указывать более 10 градусов. А в книжках не всегда даже так пишут. Иногда еще 1 больше 20. Вместо не пишут фигурные скобки, а тройку пишут в качестве нижнего индекса, как будто бы ахимическая форма. Теперь давайте, как описывать вот вращения с помощью... Ну, что координаты 3 мы знаем. А какие координаты брать? Они называются бронитализации. Ну, например, можно любое вращение представить себе в виде трех вращений вокруг трех взаимных претенджиальных оси. Сначала на угол альфа-1 повернем вокруг оси 1, потом на угол альфа-2 вокруг оси 2, а потом на угол альфа-3 вокруг оси 2. Альфа-1, альфа-1, альфа-2, альфа-3 равняется. Последнюю мы поворачиваем вокруг оси 3. Время эти мы поворачиваем вокруг оси 2. А первый поворот у нас будет двух оси 2. Здесь, как вы еще видите, что они там перемножили эти матрицы, но этого делать не буду. Это вы в состоянии и сами сделаете, это ничего не добавляет. Вот видно, что мы сначала, вот эту матрицу сначала здесь поворачиваем вектор на угол альфа-1 вокруг оси 1, потом на угол альфа-2 вокруг оси 2, потом на угол альфа-3 вокруг оси 3. И мы запараметризовали любой поворот в терминерном пространстве. Параметризация не единственная. Параметров всегда будет три, но они могут быть и другие. Другой вариант параметризации известный, это углы эйгера. Мы поворачиваем сначала вокруг оси з на угол фи, потом сама оси при этом повернулась и превратилась, так называемая, в линию узлов. Теперь вокруг этой линии узлов, то есть х3 поворачиваем на угол дента, а потом обратно на угол альфа-3 вокруг оси. Вот тоже три угла, но другие. И тоже получится параметризация любого поворота в терминерном пространстве. Я расскажу про третью параметризацию. Можно каждый поворот у нас рассматривать как поворот вокруг некоторой оси на некоторую углу. Давайте положение оси зададим на этничной сфере. Н равняется ТС. Вот двумя астерическими координатами на оси мы задаем только положение оси. А вокруг этой оси еще на угол оси мы поворачиваем. Вместо того, чтобы поворачивать, давайте отложим вдоль этой оси, вдоль радиуса угол поворота. Вот тут у нас нищая сфера, а потом будет шар радиуса. Таким образом шар разница и каждой точкой будет какой-то поворот. Какой? Возьмем в эту точку, проведем вектор и посмотрим вот эти координаты сферические. Это ось, а вокруг нее, а сколько по радиусу мы положили, вот это и есть угол поворота. И мы этим шаром запараметризовали все повороты. У нас три координаты. Это φ и радиальные координаты. Вот неприятности только на краях. Когда мы поворачиваем вокруг вектор n на угол пи, это то же самое, что повернуть на угол вектор минус n на угол пи. Понимаете? Да, пространство на угол пи. Вот мы на пи поворачиваем круг, а другой круг минус n вектор, тоже на пи можно пи. Поэтому мы должны, в этом шаре, это же действительно, геометрально противоположные точки. А то есть чувствитель геометрально, вот я же так проведем в две точки. Вот я здесь нанесу стрелку и сюда тоже нанесу стрелку. Вот эти значения, это одно и то же. Я не знаю, вот на экране вы привыкли. У вас какая-то игра, там убегает персонаж, за верхнюю часть экрана, снизу поменять. То, что склеены две стороны экрана, это вы можете понять легко. А то, что можно у шара склеить, это трудно представить, потому что не вкладывается в наше трехмерное пространство, но описать это легко можно. Представить трудно, описать легко. Вот как говорят, что сфера кусает сама сигнал. Чтобы ее нарисовать, надо соединить вот такими смолочками все пары точек. Неправильно противоположных я это тоже нарисовать не могу. А это еще одна параметризация, которая позволяет представить себе, какое у группы SL3 надообразие. Видно, что это главное на этообразие. Просто его представить трудно, но оно при этом остается главным. То есть вроде все.